Приветствую, дорогие друзья! Давненько я не записывал никаких видеоблогов. Сегодня буквально прошел я с прогулочкой, не успел даже снять свою кофточку. Сел за компьютер, такой смотрю, новые новости. Просто новость, которая, возможно, многих повергла в шок. Адран уходит из команды HellRaisers. Ну, причем еще нету такой точной инфы, что это Адран, но вроде как он. Потому что есть фотка, на которой черным цветом, черным контуром выделен игрок, ну, вроде как Адран. Но также уже по своим каналам я пообщался с некоторыми людьми и узнал, что действительно Адран покидает команду HellRaisers. Почему он это делает, я не знаю. Я думаю, что из-за того, что, во-первых, далеко живет Казахстан. Во-вторых, команда проиграла очень много турниров подряд. Очень много готовились, очень много проиграли. В-третьих, какие-нибудь свои личные проблемы. В-четвертых, ну, возможно, пора. Возможно, пора заниматься другими вещами. Не знаю, ушел ли он действительно сам или все-таки его попросили. Но новый игрок команды HellRaisers это Simple, это лучший эймер Украины. Человек, который три или четыре раза выигрывал им турниры на лане. Человек, которого мало кто знает. Но парень действительно неплохой, старается, играет действительно здорово. Но, опять же, я думал, что команде HellRaisers нужен снайпер. И вроде как мне подтвердили, что Simple будет выполнять роль снайпера. Не знаю, не уверен, насколько хорошо брать, вот опять же, одного из лучших эймеров Украины на позиции снайпера. Я, например, в таком бы формате все-таки заставил вернуться на АВП Егора Маркелова. Просто так взял, взял бы плетку на месте капитана команды HellRaisers или тренера. Он не тренер, а консультант. Тактический консультант Валентинович. Брал я, кстати, недавно у него интервью. Вы можете на YouTube-канале посмотреть. Ну и, соответственно, Валентинович сказал, что, возможно, они действительно начнут заставлять некоторых игроков брать снова АВП. Ну и я же все-таки думаю, что такому игроку, как Егор Маркелов, лучшему снайперу в Counter-Strike 1.6, лучшему игроку за 2010 год, все-таки нужно брать АВП в руки и демонстрировать действительно ту игру, которую он может демонстрировать. Но, опять же, Симпла взяли на роль снайпера. Не знаю, насколько это правильно. Я бы, например, если бы уже выбирал человека на роль снайпера, я бы взял, наверное, тиммейта Симпла, киберфокуса или сайберфокуса. Человека, с которым, кстати, было у меня шоу ЦК-9. Брал я у него интервью буквально месяц назад, может. Парень неплохой, тоже старается, тоже стреляет хорошо с АВП. И, что самое главное, он, в принципе, был бы очень мотивирован. Ну, Симпл тоже, конечно, мотивирован. Достаточно, я теперь думаю, попасть сразу же из команды АГейминг, так сказать, в мировой топ. Будет очень тяжело, но, опять же, это действительно очень круто. Но при этом придется постоянно стрелять с АВП. То есть, если в команде АГейминг он иногда брал АВП, иногда брал Эмочку, и, наверное, в АГейминг больше АВП брал все-таки сайберфокус. Здесь же придется постоянно брать снайперскую винтовку и становиться просто Кеннисом, Гвардианом и так далее. Поэтому, конечно же, будет очень тяжело, особенно первое время. Но, я думаю, если ты стал лучшим Эймером, ты привыкнешь и играть с АВП, и сражаться с Гвардианом, Кеннисом, там, кем еще, Киошимой каким-нибудь, да? Кто у нас снайпер? Вспоминайте, вспоминайте, кто у нас снайпер. Ну, в общем, это будет очень тяжело, но можно попрестать команду HellRaisers. Кардинальное изменение в составе. Адрену я хотел бы пожелать удачи. Это невероятно талантливый игрок. Очень жалко, что он постоянно вот как-то, ну, не может добиться своей цели. Я не знаю, почему много было у этого человека составов. Всегда он удивлял своих оппонентов, всегда радовал своих болельщиков. Но, почему-то, никогда не мог победить на чемпионатах мира. Поэтому, ну, если в Counter-Strike не пошло, все-таки, да, не стал чемпионом. Я желаю Адрену стать чемпионом в какой-нибудь другой области, да, стать лучшим, стать специалистом. Ну, а команде HellRaisers что осталось? Осталось тренироваться теперь. Осталось перестроить все свои тактики. Осталось подстроиться под одного стабильного снайпера. Работы теперь, ой-ой-ой, как много, потому что, я думаю, все теперь должны немножко перестроиться. Ну, игра команда HellRaisers теперь немножко будет похожа, я думаю, на игру команды, там, Na'Vi, команды Virtus.Pro. То есть, любой команды с одним снайпером. То есть, теперь мы увидим стабильно в окне на мираже снайпера. Для этого нужно перекрыть позицию Адрена, значит, кто-то там, тот же или Маркелов, или Ангел должен будет встать на точку Адрена и, соответственно, показывать там очень хорошую игру. А Адрен на пике своей формы в Counter-Strike Global Offensive стрелял очень круто, очень хорошо. И, кстати, это один из первых, наверное, игроков в СНГ, кто перешел профессионально на Counter-Strike Global Offensive. Я помню, еще давным-давно, когда мы в Na'Vi не переходили на CSGO, Ангел, капитан команды HellRaisers и Адрен уже играли в бета-версию CSGO. И эти ребята научились, наверное, в Украине играть вначале лучше всех. Поэтому очень жалко. Действительно, очень жалко, что Адрен покидает HellRaisers. Я надеюсь, он не уйдет навсегда. Возможно, он будет стримить, возможно, помогать HellRaisers, возможно, как-то останется в киберспорте. Было бы хорошо, если бы этот парень остался. Но еще бы лучше, если бы он все-таки нашел свою новую команду и реализовал себя в ней. Ну и только время теперь покажет, как будут играть HellRaisers. У них есть море онлайн-турниров. Сейчас это FACE. По-моему, это... Нет, и Сэя не отказались. Возможно, новая лига StarLadder. Новый сезон StarLadder. Возможно, какая-нибудь CS Arena. Новый сезон. Поэтому очень много турниров и хороший темп. Очень жесткий темп. И команде HellRaisers нужно стараться. С вами был Арсений и Сеня Треноженко. Пока-пока. Пальчики вверх. Нажимаем на эту кнопочку слева от меня и подписываемся на канал. А также вы можете нажать на кнопку снизу, чтобы посмотреть еще более увлекательные видео. Субтитры сделал DimaTorzok